Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Добавлю, что основные поставщики чековой ленты в России – это Германия, Финляндия и Китай. Программа «Экономика». Мобиль в меню, паназиатская кухня, в интерьере дерево, живые растения и болейский песок на подоконниках. «Экономика» на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. С июля в России в экспериментальном режиме запускают единый налоговый платеж. Деньги для уплаты налогов, страховых взносов, торгового сбора, пении штрафов зачисляются на один счет, а налоговая решает сама, на какое направление пойдет имеющаяся сумма. Какие тут могут образоваться риски для компаний и как не допустить проблем с налоговой, рассказывает руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. То есть, если, например, она увидит у вас где-то недоплату, она возьмет деньги с этого вашего счета. Помимо того, что ежемесячно нужно будет отчитываться в налоговую о том, куда эти деньги распределять, хотя ранее-то мы просто указывали в платежных поручениях, уже, получается, в моменте оплаты говорили, куда. Кроме всего прочего, это еще внесет неразбериху, какого плана. Налоговая может, и она уже делается, к сожалению, сейчас, она может производить зачеты, пении и прочее, без нашего решения, заявления, хотя она должна только по заявлению делать. В итоге у нас организовывается недоплата по налогу. За этим придется следить постоянно и производить сверку с бюджетом уже просто на постоянной основе. С 2023 года такой режим может заработать на территории всей страны в обязательном порядке. Как перейти на единый налоговый платеж или как разобраться с текущими вопросами по налоговой, подскажут эксперты-бухгалтеры я. Лишние проблемы никогда не нужны, а сейчас особенно. Звоните 213-112. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 111,48 рубля, официальный евро 122,45 рубля. Ольга Белезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». На 101 АФМ.